Вселетняя уступная кампания на финишной промой. Усе выпробования не завершены. Навучальные установки не готовы до нового научного года. Никакие внешние обстоятельства в тем лику пандемии COVID-19 не перешкодили абитуриентам выбрать свой накерунок. Наша здымочная бригада встретилась с представниками Гомельских ВНУ, как доведаться, какие специальности все лет окрыстаются наибольшей популярностью. Одна из новых специальностей, открытых в ГДУ имя Франциска Скарины – международный туризм. Для университета падея особливая. Худко тут почнуть рыхтовать будущих перекладчиков-референтов. Супрацовники ГДУ рады, что не помылились с выбором. Специальность оказалась запотрабованной – проходный балл каля 330. Традиционно корыстаются опытом IT и бизнес-сфера. Тут так само высокие проходные баллы. Высокие проходные баллы обусловлены, во-первых, авторитетом нашего университета здесь, в нашем регионе, потому что мы имеем более 90 филиалов кафедр на различных предприятиях Гомеля и Гомельской области. И также очень важную роль играет значимость университета на международной арене тоже. Согласно последним результатам рейтинга «Вебометрикс» в июле текущего года, наш университет занимает четвертое место в Республике Беларусь. Во университетах с вузканакерованной спецификой картина больше однозначная. Например, «Белдут». Стабильный интерес выкликают специальности промысловое и громадянское будовництва, архитектура, тяговый состав чагуночного транспорту. Але сучасные тенденции никто не адменял. Абитруэнты звертают увагу на айтинок и рунок, а так само специальности, какие связаны с экономичной деятельностью чагуночной сферы. Так, те инакш, усе тычется профильных на прамках университета. К нам поступают ребята, уже определившиеся с профессией, закончившие колледжи профильные и предполагающие свою дальнейшую работу на предприятиях железнодорожного транспорта и строительного комплекса. Белорусский хандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией пропонует самый широкий спектр специальностей на основе экономики. Повышенный интерес абитуриентов выкликаются логистика, товарознавство, маркетинг и иншая. Конкурс на платную форму навучания – полторы человеки на месяце. Очень интересуют абитуриентов и айти-специальности. И на дневном отделении приём документов, на которое ведётся и в настоящее время, у нас ещё есть свободные места на айти-специальности, такие как информационные технологии в экономике, экономика электронного бизнеса. Папередние выники уступной кампании УГДТУ и Мясухога так само указываются на популярность айти-сегмента. На протягу трёх годов одна из самых запотребованных специальностей тут – информационные системы и технологии угольнявой индустрии. Конкурс 9,6 человек на месяце. Проходный бал больше, как 310. Квалификация, которую отримавливает студент после ее закончения – системный программист, гейм-дизайнер. Дарыча махчымасти такого специалиста – значна ширейшим дизайн компьютерных гульняв. Ему под силу любая работа, связанная с айти. Иншая популярная на прамке – проектование на основе трёхмерных технологий – маркетинг. Что тычится новейших специальностей, тупакулины не самые запотрабаванные, а лесопрацовники университета упэлнены. Усё напереде. Мы знаем, что в этом году появилась новая специальность «Работотехника». Как с ней обстоят дела? Обстоят дела хорошо с «Работотехникой». Она не вошла в топ самых востребованных. Конкурс около двух человек на место получился. Это не самый высокий конкурс, но тем не менее, я думаю, это связано с тем, что она может быть пока ещё малоизвестна, и нужно ещё какую-то работу по её маркетинговому продвижению. В целом, действительно, вот эти топовые специальности выражают интересы абитурентов, и, как вы видите, они направлены на вот такое поддержание инновационного развития, то, что нужно стране. У гомельских ВНУ нагадывают. Ясше есть махчимость подать документы на платную и заводшную формы навучанья. Больш подробязную информацию вы можете отримать на сайтах установ. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, Телерадио и компания «Гомель».